Всем привет! Вы на канале The Collector и сегодня я впервые буду обозревать акционные товары из супермаркета. Эта коллекция называется Куражики и продается она только в сети супермаркетов Сельпо. Вся серия имеет довольно-таки привлекательный вид, яркие цвета и разнообразные варианты фигурок. Начиная от вот таких пакетиков, в которых содержатся стикизы, это соответственно альбом для них, который мы также сегодня посмотрим и постараемся заполнить. Мистические коробочки с фигурками из винила. Вот так выглядит вся серия фигурок, которые могут в них попасться. Ну и завершают все это дело вот такие коробочки с большими фигурками из винила. И как коллекционер фанко-поп фигурок не могу не отметить очевидные сходства. Вот так выглядит фанко-поп фигурка и я думаю вы догадались где черпали идеи создатели Куражиков. Кстати, если хотите посмотреть всю серию этих больших фигурок, ставьте лайк этому видео и следующая серия выйдет именно про них. Ну а сегодня мы посмотрим мистические коробочки и стикизы. Ну а начать хочу конечно же с этого альбома. Выглядит он очень зловеще и похож на какую-то маску для Хэллоуина. Ну а с обратной стороны вся информация. Кстати, открывается он не так уж и просто. К каждому зубу крепится липучка и нужно постараться, чтобы не сломать острые части зубов. На верхней части изображены стикизы с Куражиками. Ну и на нижней собственно тоже самое. А посерединке вот такой лабиринт, куда мы будем вставлять в соответствии с картинками стикизы Куражиков. У меня 16 пакетиков и покупал я их на кассе. Собственно и вам советую делать то же самое. Потому что если покупать их отдельно, то они стоят около 10 гривен. Но совершая покупку в самом супермаркете, за каждые 99 гривен вам дают такой пакетик. Конечно же не бесплатно, около 3,5 гривен, насколько я помню. Ну и на мой взгляд выгода очевидна. Что ж, начинаем распаковку. Пакетики выглядят очень классно и мне жалко их рвать. И первый стики с Куражик Дивко. Я могу перепутать ударение, читаю то, что написано здесь в альбоме. Ну и конечно же мы вставляем его на свое законное место. Кстати, забыл сказать, что нужно найти 16 разных персонажей. Поэтому не буду затягивать, едем дальше. И это повтор. Это снова Дивко. Присоски у них очень мощные. Ну да ладно. Отставляем его в стороночку и смотрим следующее. Так, это не повтор. Это Куражик Пупи. Я надеюсь вы догадались, что у него на голове. Так, и этот не повтор. Это Крякси. И кажется я начинаю улавливать логику их названий. Так, новый Куражик. На этот раз логика не сработала, ведь он называется Мип-Мип. Хотя, похож на какого-то слизня. Так, ставим на место. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И остается найти 12 новых персонажей. Новый персонаж и зовут его... Схожик. Так, снова нам попадается Пупи. Что-то мне подсказывает, чем больше пакетиков мы распаковываем, тем больше повторок нас ждет. Так, еще один Пупи. И это уже повторка-повторки. И еще один Пупи. Мне перестает нравиться эта тенденция. И давайте прервем распаковку стикизов и посмотрим мистические коробочки. Кстати, осталось еще семь пакетиков со стикизами. Немножко отодвигаю в сторону, но повторки оставляю на первом плане. Покажу еще раз, и это очень круто, что в мистических коробочках всего лишь восемь персонажей. Интересно, идут ли они в пакетиках? Да, они идут отдельно в пакетиках, но здесь еще есть вкладыш. И на вкладыше изображен герой. Зовут персонажа Плафикси. Вот так выглядит вкладыш. И очень круто, что с обратной стороны есть целая история этого персонажа. Вообще классно, что заморочились, придумали отдельную вселенную, там целый рассказ под эти фигурки. Это необычно и не может не радовать. Вот так выглядит пакетик. Не просто черный, как у Фанка Мистери Минис. Это тоже классно. Так, и сама фигурка. Ну, на ощупь, конечно, очень похоже на Фанка. Ну и возможно, если бы вселенная Куражиков была придумана в Америке, Фанка выпустила бы точно такие же фигурки. Откроем вторую коробочку. Запечатаны они хорошо и выглядят очень классно, поэтому мне очень жалко их разрывать. И сразу смотрим вкладыш, чтобы убедиться, что это не повтор. Да, это не повтор. А персонажа зовут тут Ретик. Вот так он выглядит. И это очень классная фигурка для своей стоимости. Ах да, кстати о ценах. Мистические коробочки стоят 80 гривен. Ну а альбом под стикезы стоит 70 гривен. И раз уж на то пошло, вот эти большие фигурки стоят 200 гривен каждая. И если у этого ролика будет хорошая активность, то при обзоре на коллекцию больших фигурок я буду рассказывать историю каждого персонажа. А также сделаю обзор на приложение по Куражикам. Ну что ж, вернемся к распаковке стикезов. Да нет. И снова Пупи. Небольшой перерыв в виде распаковки мистических коробочек, к сожалению, не помог. Но я не унываю. И открываю следующий пакетик. Так, и это новый персонаж. И зовут его Крипи. Ну что ж, крепим Крипи в альбом. Так, еще один повтор. И почему-то мне попадаются одни и те же персонажи на повторе. Кстати, плюсом того, что вы покупаете эти пакетики в три раза дороже, есть то, что их можно прощупать. Ну а на кассе, соответственно, дают на свое усмотрение. Так, и это еще один Пупи. Так. И еще одна повторка. И повторяется Мип-Мип. Ну что ж, как я и предполагал, что будут расти повторки, но я не думал, что их будет столько. Новый персонаж. И это Бибус. Только непонятно, Бибус он зеленый или фиолетовый, который на голове. Тем не менее, он отправляется на свое место. И остался последний пакетик. И здесь повтор. Это еще один схожек. И получается так, что повторов оказалось больше, чем уникальных персонажей. Это, конечно, плохо, но когда это меня останавливало? Я продолжу искать новые стикизы, чтобы заполнить альбом полностью. Ну и давайте откроем последние две мистические коробочки. Это не повтор. Это уже меня очень радует, потому что стикизы, мягко говоря, огорчили. И это Милицип. Да, что тут сказать, фигурки выглядят очень круто. Персонажи, конечно, необычные, но сделано это все очень качественно. Так, я надеюсь, нет. О, нет. Это повтор. Что ж, я даже не буду его доставать. Итак, в целом, коллекция мне очень понравилась. Мне понравилось прежде всего то, что помимо разнообразия персонажей, здесь также присутствует выбор того, в каком виде вы хотите их заполучить в свою коллекцию. Правда, большинство из них не дублируется, но тем не менее. Еще раз напоминаю, есть альбом, и предназначен он для стикизов. Есть мини-фигурки, которые попадаются случайным образом. Ну и, конечно, в который раз показываю, есть большие виниловые фигурки. Я считаю, что это очень крутой подход к созданию акции для магазина. Если считаете так же, обязательно ставьте лайк. И не забываем, чем больше лайков и просмотров, тем быстрее выйдет обзор на всю серию больших фигурок-куражиков. Пишите в комментариях, какая фигурка вам понравилась больше всего. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!